Всем привет! Сегодня у нас уже завершающее занятие. Сегодня я расскажу, как настроить рик для головы, чтобы потом делать мимику, делать липсинг или просто для ваших каких-то будущих проектов, если вам понадобится сделать более детальную анимацию персонажа. То есть, в любом случае, это, думаю, будет полезно. И давайте скорее начинать. Я думала, какого персонажа взять, какого персонажа подготовить под это задание, и мне вспомнилась невероятно пафосная фраза судьи Дреда со Сильвестром Сталлоне. Я думаю, вы все знаете, что я есть закон. Я выбрала ее на английском языке. Вы можете выбрать, в принципе, любую фразу, которая вам больше всего нравится, любого персонажа, который вам близок, которого вы бы хотели заанимировать. Я подготовила уже графику, уже импортировала в After, перевела все, что мне нужно в шейпы. И начну я свою подготовку рига, естественно, с основных деталей, глаза, губы и так далее. То есть, без шлема пока, потому что мне важно сегодня показать вам именно мимику целиком, используя все черты лица. Так что, давайте начинать. Для рига я использую все тот же дьюик. Я его просто обожаю. Есть еще альтернатива Joystick & Slider Script. Ну, я с ним практически не работала. Я уже настолько привыкла к дьюику, к тому же здесь довольно широкий спектр инструментов. Поэтому я покажу версию, как делать это все дело в дьюике. Итак, прежде всего, мне нужно привязать основные моменты, да, друг к другу. Что имею в виду? Голову к шее, шею к туловищу. И, естественно, не забыть про Anker Point. Так вяжу шею к туловищу и голову. Не забывайте про цветовое кодирование. Не забывайте переименовывать слои, потому что это вас наверняка выручит. Но для головы я сделаю отдельно нулевой объект. Я его назову Head Control. И его уже привяжу к шее. Главное все дело выровнять. Да, отлично. Сразу проверяйте, как у вас будет крутиться голова. Примерно шея крепится к голове или, наоборот, где-то в этом месте, чтобы у нас с вами было все более-менее логично. Возможно, даже чуть-чуть повыше. Ну, в принципе, сейчас так неплохо все это дело выглядит. Все остальные части, черты лица, глаза, волосы, нос, все это дело я тоже привяжу к своему контроллеру. Есть уши, тоже, естественно, идут сюда же. Есть. Теперь мне нужен Position. Выставляю три ключа для того, чтобы сделать слайдер. Три ключа для позиции. Первый ключ у меня будет поворот влево. Средний ключ у меня будет такое спокойное состояние, как есть сейчас, как оно изначально нарисовано. И третий ключ будет поворот вправо. Поэтому интервал у нас в один ключ. Это дело важное. Обратите, пожалуйста, внимание. Проверьте себя сразу, когда будете делать. Итак, давайте. Влево и вправо. Старайтесь делать все на одинаковое расстояние. Я, наверное, не буду так далеко вводить, чтобы у меня голова не съезжала слишком сильно. Вы можете делать любой поворот, который вам лично больше нравится. Итак, у самой головы, у самого шейпа головы мне понадобится анимация Path, чтобы непосредственно нарисовать сам поворот. Я также проставляю три ключа. То есть полностью соблюдаю один и тот же тайминг. И начинаю деформировать свой паз, чтобы у меня получился эффект такого поворота. Здесь принцип на самом деле похож на то, что мы делали, когда анимировали пейковый такой поворот. Просто мы с вами имитируем объем. Главное, не кривите слишком форму, чтобы она у вас не ломалась. Чтобы у вас была, скажем так, согласна минимальным, скажем так, законам анатомии. То есть у вас угол челюсти поворачивается в одной плоскости. У вас нет никаких перспективных сокращений, поэтому все это дело остается на одном уровне. Если эта челюсть поплывет сейчас вверх или вниз, то нашего Сильвестра немножко покорежит. А это не то, что мне бы сейчас хотелось получить. Давайте немного подрисуем. Так, ну мне нравится примерно оно. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы дублируем этот слой с головой и ставим его вот сюда, на третий кадр. Говорим ему какой-нибудь мультиплай. Давайте мультиплай. И говорим ему минус 100 по скейлу. Таким образом я пойму, как мне нужно повторить форму, чтобы она была идеальная. Такая же, как при повороте влево. Правильно? Да, вот я примерно настроила прозрачность, чтобы видеть очертания, к чему мне нужно стремиться. И давайте это дело все опять подгоним. Так, ямочка у нас выходит сюда. Аккуратненько. Старайтесь делать более-менее симметрично, тогда будет отличный поворот. Там будут волосы. Мне это сейчас не принципиально. Мне главное, чтобы у меня челюсть была идеальной. Все, этот слой мы можем с вами удалять. У нас получается поворот исключительно головы. Сейчас, конечно, вас сбивает 100% в толку все остальное кривое лицо. Но мы потихонечку, раз за разом будем его модифицировать. Давайте еще поправим волосы. Вот наши волосы. Открываем, у них тоже паз. Тоже проставляю три ключа. И редактируем. Так, это наша средняя линия, поэтому где-то здесь она у нас будет. А эта часть волос у нас практически пропадает, потому что перспективное сокращение. У нас нет никаких дополнительных плоскостей, которые, знаете, там схлопываются или еще как-то сокращаются. Ничего такого. Просто вот объемы редактируем. Сколько чего? То, что на переднем плане, да, его побольше. Что на заднем плане его, естественно, поменьше. А это наоборот, давайте раздвинем. Опять же, старайтесь сохранять форму, которая была изначально. Не будет здесь какой-то новой формы, да, не будет здесь вот так. Нет, это неправильно, потому что у вас изначально такой формы нет в вашей проекции оригинальной. Так, есть. Здесь можно пробовать повторить ту же манипуляцию, что я делала с головой. Но волосы здесь не так критично изменяются, поэтому я не буду этого делать. Я просто сделаю примерно похожим. Хотя вы также можете воспользоваться этим трюком. Трюком. Демонстрижace. Продолжение следует. Трюком. Да. Трюком. Да, примерно окей. Давайте еще заанимируем ушки. Обратите внимание, я сначала делаю просто поворот влево-вправо. Поворот вверх-вниз я буду добавлять уже в конце, потому что все сразу очень сложно делать. Поэтому делаем постепенно. У позиция также проставляю ключи для ушей и давайте их заанимируем. Естественно, это ухо выходит у нас с вами на передний план. Оно будет побольше. Это можно вообще припрятать. А здесь наоборот. Спасибо. 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 Так, уже гораздо лучше. Ну, болванку мы с вами сделали практически, да? Давайте теперь перейдем к частям нашего лица и зарегаем отдельно глаза. Супер важно. Разберемся с бровями, ну и так далее. Итак, для одних только глаз у меня будет целых три контроллера. Первый, который будет отвечать у меня за моргание. Второй, который будет отвечать за, собственно, направление взгляда. Да, и еще все это дело нужно будет привязать к общему повороту головы. Поэтому начнем мы с вами. Начнем с вами с взгляда. Давайте. Вот наши зрачки. И у меня зрачки из иллюстратора. Видите, они немножко подрезаны, поэтому я нарисую новые. Есть. И я сделаю им репитер. Две копии. Давайте подставим второй зрачок на место. Как-то так. И этим можем с вами спрятать. Да, немножко жутко получается, но тем не менее. Вот наш зрачок. Открываем позиция. Проставляем ключи. И делаем с вами анимацию для взгляда влево, вправо. Следите обязательно, чтобы было одинаковое расстояние. Я имею ввиду вот здесь. И теперь добавляем с вами анимацию вверх. Все по тем же ключам. И вниз. Итого у вас должна получиться такая диагональная траектория движения ваших зрачков. Следите, чтобы не было особо здесь никаких кривых. Потому что потом это будет отражаться на анимации. Так что стремимся к такой идеальной диагонали. А теперь выделяем наши ключи позиции. И правой кнопкой по позишину выбираем вот эту функцию. То есть проект Dimensions. Говорим окей. И у нас происходит такое разделение на x и разделение на y. Это очень важно, потому что каждая из этих анимаций будет привязана к определенной позиции слайдера. Давайте прежде всего вернем линейную интерполяцию. Есть. И теперь пойдем с вами в дьюик и будем все дело привязывать. Мне нужен коннектор. Выбираем коннектор. И мне нужен вот такой коннектор. Двойной 2D. Я кликаю. Появился коннектор. Выведу его сюда. И покрашу, чтобы было видно. Есть. Теперь я выбираю эту точку управляющую. Слежу, чтобы здесь у меня был параметр x, минус 100, 100. Выбираю x-position. Это важно. И говорю connect. Есть. Теперь, если мы будем с вами перемещать наш слайдер по x, то есть влево-вправо, то глаза будут у нас позже с вами бегать. Теперь давайте выберем снова наш слайдер. Поменяем здесь уже на y. Минус 100, 100. Value. Вбираем y-position и говорим connect. Все. Глаза у нас с вами зареганы. Теперь вы можете анимировать этот слайдер и у вас будут бегать глаза. Проверяйте обязательно, чтобы у вас движение было именно под таким наклоном. Я имею в виду, что верхняя точка слева, а нижняя точка справа, потому что иначе у вас некорректно привяжется слайдер. Вы будете двигать вниз, а глаза будут смотреть вверх. Так что такой маленький секретик. Это можем спрятать. Есть. И давайте добавим текст, который у нас будет обозначать eye position. Сделаем его гайд лэйером. Вот здесь у нас есть. Чтобы он у нас с вами не рендерился. И привяжем к нашему прямоугольничку. К вот этому. Теперь, если я буду таскать прямоугольник, то у меня будет все к нему привязано. Просто удобно, чтобы вы не искали здесь, за что, какой слайдер отвечает. Сразу здесь видно eye position. Окей, все. Я понимаю, что это у меня отвечает за мой взгляд. Теперь давайте накинем маску на наши зрачки. Я выбираю эффект set made. И здесь в качестве маски выбираю white masks. Это мои вот эти вот белки. Да, они у меня одновременно и маской будут являться. Давайте проверим. Да, по-моему, отлично. Классно получается управлять взглядом. А теперь давайте настроим с вами моргание. Итак, моргание я сделаю достаточно несложно. У меня будет такой прямоугольник для верхнего века. И такой прямоугольник для нижнего века. Теперь я зонирую позицию у этих шейпов. Здесь мне промежуточный кадр не нужен. Я просто через два сделаю. Не забывайте все привязывать к нашему контроллеру головы, чтобы все вращалось вместе с головой. Есть. И теперь анимируем наш прямоугольничек. Нижнее века прикрывает глаз совсем немножко. Оно еле-еле участвует в моргании. А вот верхнее захлопывает, скажем так, все это дело полностью. Можно проработать моргание более детально, нарисовать более круглое века. И это будет правильнее, естественно. Но я сейчас в качестве того, чтобы показать вам основной принцип, ограничусь такой штукой. И сюда тоже нужна маска. Я скопирую наши white masks. И сделаю маску трека. Не с помощью set made, потому что он не всегда, опять же, работает суперкорректно. Если он вдруг не работает суперкорректно, то можно сделать через маску трека. То есть, слой с морганием, да, где у нас прямоугольники были, кладем под белую маску. И выбираем режим. Выбираем режим на моргании. Самый-самый первый. Alpha made. И на этом все. Чтобы пофиксить вот эти некрасивые линии, нам нужно на белую маску просто накинуть пару пикселей строка. И тогда этот некрасивый обрез уйдет. Вот. Все. Идеально. Ну и чтобы долго не сидеть с этим морганием, я накинула эффект варб на, собственно, эти прямоугольники, чтобы они у меня немножко изогнулись. Вы можете покрутить, поэкспериментировать, как вам это больше нравится. Все эффекты я ищу здесь в поисковике. Панельки эффекты и пресеты. А так он лежит в папочке Distort. Вот он, Warp. Так что, в принципе, мы готовы. Теперь давайте создадим слайдер для моргания. Для моргания нам не нужен такой слайдер на Y и X. Нам нужен в одну сторону, влево-вправо. Влево-вправо это самый первый слайдер. Вот он. Создаем его. Вот наш слайдер для моргания. Давайте снова перекрасим рамку, чтобы все было понятно. Выбираем красный кружок. Value, минус 100, 100. И здесь у нас уже два параметра. Position, которые мы анимировали, когда у нас персонажик моргал. Выбрали. И говорим Connect. Есть. Теперь, анимируя этот слайдер, у нас персонаж будет с вами моргать. Оставляем здесь. Давайте сдублируем наш слой с текстом. И взявим это Link. Не забывайте перепривязывать к новому слайдеру. Прилинковывать. Просто, чтобы было потом все дело удобнее двигать и модифицировать. Так, ну что, с глазами мы разобрались. Давайте теперь настроим наш поворот. И будем уже двигаться к бровям и губам. Чтобы настроить корректно поворот, нам нужно с вами немножко знать анатомию. Например, нос у нас самая выпирающая часть лица. Он при повороте будет дальше всего уходить. Брови и губы где-то примерно на одном уровне. И самая глубокая часть на нашем лице, это, конечно же, глаза и глазные впадины. Поэтому они будут меньше всего у нас с вами ходить. Влево-вправо. Поэтому мне нужен дополнительный нулевой объект для глаз. Потому что здесь много слоев и мне все дело двигать совершенно неохота по отдельности. Вот такой у нас будет eye-контроллер. Которым мы с вами вяжем все наши слои, которые касаются глаз. Это и зрачки, и маски, и даже вот эти вот подложки, мешочки, которые у меня есть. Под глазами и над глазами. Давайте все дело выберем. И привяжем к нашему контроллеру. Контроллер, в свою очередь, вяжем к голове. К контроллеру головы. И мы вяжем к этому нулю. Так, где он тут? Вот он. Есть. Выставляем позицию. Первый кадр, второй и третий. Третий. То же самое делаем для бровей. И то же самое делаем для носа. Кроме того, у меня еще есть губы. А губы я сделаю так же, как и делала глаза. Потому что я буду их потом открывать, настраивать рот, чтобы попасть в свой липсинг. Мне нужен отдельный контроллер здесь, поэтому я снова создан 0. Говорю окей. Липс контроллер. Давайте тоже это все дело привяжем. Привязываем наши губы, а контроллер от губ привязываем к голове. Обратите внимание, все привязки я делаю в позиции фаз. Я не делаю привязки, когда голова повернута влево или повернута вправо. Иначе автор у меня это дело все запомнит. И в спокойном положении головы, когда она смотрит прямо на нас, у нас пойдет смещение. Поэтому все привязки делайте в изначальной точке, в изначальной позиции. Так, ну что, мы готовы с вами теперь это все настраивать. И поехали. Сначала я двигаю все вместе. Я не выбираю что-то одно и двигаю по очереди. Все двигаю вместе. Где-то относительно... Ну, бровей давайте. Отбегаю влево. Есть. Так как нос у нас самая выпирающая часть, то его я подвину, естественно, дальше всего. Не забывайте проставлять ключи изначально, чтобы не было таких вот смещений, как у меня только что произошло. Вот, теперь я все проставила, и все должно быть отлично. Так, давайте еще раз. Все влево. Здорово. И давайте добинем нос, естественно. Теперь, что насчет глаз. Глаза у нас как бы меньше всего двигаются, поэтому я их немножко смещу. Губы где-то так оставим. А у носа нам еще нужно дополнительно заанимировать паз, потому что он у нас все-таки видоизменяется, когда поворачивается. Проставляем ключи, и давайте посмотрим, как у нас будет меняться нос. Ну, прежде всего, кончик носа выходит вперед. А левая ноздря у нас как бы уходит за край, да, за пределы этого самого носа. Так, ну что, уже гораздо лучше. Мы можем с вами дополнительно еще немного поскелить каждую бровь, чтобы она у нас как бы тоже немножко сокращалась. А эту наоборот мы с вами растянем. Еще такой секретик. Секретик здесь такой, что если у вас даже не будет анимации где-то там в третьем ключе, например, ну, бывает такая история, то вам все равно нужно этот третий ключ поставить, даже если он будет точно такой же, как и предыдущий. Иначе анимация во время привязки к слайдерам будет совершенно некорректная. Так, смотрим. По-моему, отлично. Я думаю, в принципе, получилось то, что нужно. Давайте все то же самое сделаем с поворотом вправо. Ну, здесь все не так сложно. Просто двигаем на такое же расстояние, как было с позицией влево. Поэтому здесь гораздо проще, потому что уже настроена та сторона. И давайте губы. Ну и, естественно, нос. Нос я, пожалуй, скопирую и сделаю, как я делала с головой. Чтобы понимать, какой мне нос тут рисовать, потому что нос такая достаточно заметная деталь, и он просто не может быть кривым и не одинаковым при повороте в разные стороны. Вернее, да, в нашей Вселенной он может быть, но просто это будет выглядеть как косяк больше. Здесь могут появиться некоторые косички потом на анимации. Если что, мы их потом подправим. Не страшно. Так, нос готов. Не готова бровь, потому что у нас еще и скейл тут как бы есть. Давайте делаем одинаковый скейл. Так, ну, в принципе, неплохо. Остается у нас вот эти детальки лица линии подбородок. Давайте их тоже заанимируем. Анимировать я их буду с помощью паса. Просто по скейлю, но так как это строк, чтобы у меня не было деформации у самого строка, я это делаю именно с помощью паса. Так, и давайте то же самое с другой стороны. Спасибо. Спасибо. ... ... ... ... ... vibes... так остается ямочка давайте ямочку тоже подвинем где она должна быть и эту линию под губой я тоже привяжу наверное к контроллеру с губами и на этом пока ограничусь вот сюда только знаете что дайпать и дакинем ей анимацию пас все-таки в и и и и и и так вроде бы то что нужно так это дело заблокирую потому что все время вылезает неудобно сейчас у меня достаточно так на передний план выходит вот эта челюсть да то есть если я линию проведу то у меня она выходит гораздо дальше чем лоб не совсем так как бывает в реальности поэтому можем это оставлять можем это дело править как вам больше нравится в зависимости от той стилизации которая у вас есть так как у меня это дружище сталон и у него такая брутальная челюсть то мне кажется даже прикольно и вполне уместно но если это у вас какой-то не знаю миленький обтекающий персонажик то возможно вам стоит немножко иначе анимировать этот поворот чтобы челюсть ваша не выпирала относительно там всех остальных частей тела можем подвинуть нос и тогда это немножко умовелируется но так совсем немного чтобы хотя бы она была не дальше носом да если я вот проведу воображаемую направляющую и воображаемую направляющую относительно кончика носа то они у меня примерно совпадут значит они у меня примерно одинаково выпирают условно да и так вы можете проверять все что вы на анимировали все чтобы на регали вот на направляющие относительно кончика носа вот моя направляющая относительно моих губ губы гораздо дальше стоят чем нос и сейчас это именно так и это отлично это то что я хотела получить вы можете также таким нехитрым способом проверять как вы это все дело настроили так теперь когда вы настроили уже анимацию влево вправо можно добавлять анимацию вверх вниз наклон головы давайте этим займемся чтобы сделать анимацию вверх вниз мне нужно опять же разбить свой свой позиция на игре и на x что потом можно было все дело привязать можно это делать сразу можно это сделать после того как вы уже это все дело настроили кому как больше нравится я делаю это потом я выбираю все свои черты лица которые у меня здесь есть обязательно проверять чтобы были выбраны все которые вы анимировали позиция лево вправо и поднимаем это все наверх мы не можем сделать слишком экстремальный поворот при нему можем но это будет гораздо дольше и гораздо просто кропотливее ограничен все таким базовым навыкам на данный момент поэтому не задирайте прям невероятно высоко первом кадре и то же самое не задирайте слишком не опускайте точнее слишком низко потому что в этой позиции уже выглядит немножко переломанное лицо но мы с вами всегда можем тело подрегулировать так вверх ползет эта часть и естественно вверх у нас ползет наша детализация вверх а сюда вниз так примерно есть здесь здесь видите слишком низко ямочка убежала куда-то слишком далеко уши у нас идут с вами в противоположном направлении то есть когда передняя часть лица задирается наверх она идет наверх то уши у нас с вами наоборот идут вниз выбираем уши и говорим вниз а затем наоборот что касается волос давайте их выберем вот наши волосы то их мы заанимируем скейлом так как пас мы уже с вами выбрали мы уже его анимировали при повороте влево вправо нам нужен какой-то другой параметр иначе мы с вами просто не привяжем к слайдеру поэтому будем анимировать для вверх-вниз не пас а наске значит когда у нас все дело задирается то волос у нас немножко сокращается становится менее объемными и наоборот когда все идет вниз волосы у нас скажем так удлиняются опять же здесь важно найти баланс чтобы это не выглядело плохо так и давайте нужно еще дополнительно позицию заанимируем чтобы у нас анимация была потоньше получше то есть у нас лоб сокращается а объем волос наоборот увеличивается шапка волос получается шапка волос получается кстати что вы что строну волосы из нескольких частей чтобы не было потом вот этих хвостов некрасивую так ну давайте как-то так оставим не будем слишком просто уходить вниз так там гола торчит потом подправится так смотрим что мы ничего не забыли вроде бы все окей и теперь самое сложное не запутаться в той горе ключей которая у нас появилась и все это дело связать привязать корректно к слайдеру я создаю слайдер нам нужен снова слайдер отдельно на x отдельно на y поэтому вот он говорим create это будет у нас head rotation давайте вынесем его сюда снова перекрасим выделяем наш кружочек есть и теперь давайте разбираться какие ключи у нас отвечают за поворот по иксу а какие по игреку привязывая сначала я всегда начинаю с икса и так давайте раскроем все ключи вот он значит волосы пас мы с вами анимировали для того чтобы он у нас поворачивал лево вправо идет позиции на скейл нет детальки это вот эти линии пас у нас анимировал как раз таки поворот по иксу есть позиция давайте сделаем separate dimensions для глаз выбираем здесь и икс и экспозиция да есть давайте здесь делаем спройте меньше потому что тогда не сможем это все дело нормально выбрать у бровей у носа контроллера для губ и вроде бы на этом все да все сделали separate dimensions теперь можно спокойно выбирать и так у волос пас есть у наших линий скул тоже нужен нам пас икс у контроллера для глаз икс у одной брови икс у другой и там еще мы с вами делали скил чтобы она была длиннее другая короче при повороте влево вправо именно головы а силуэт а головы мы с вами делали помните эту челюсть так что нам нужно здесь тоже тоже паз говорим connect to properties и видим что что то стало на место что то не стало на место значит что мы с вами что то не до привязывали а не до привязали мы с вами основной контроллер головы вот он и не привязали мы с вами с вами до вами уши поэтому давайте привяжем xx ушей и x контроллера говорю головы говорим connect и все стало ровненько теперь если вы будете проверять то у нас должен быть отличный поворот лево-вправо нашей головы выбираем снова наш слайдер да и теперь привязываем все точно также только к игреку вы поменяли на игрек и давайте снова по списку пройдемся и так у волос позишен и скейл да это сюда позишен у наших скул тоже нам нужен игрек у ай-контрол тоже игреку бровей игреку 2 брови игреку носа игреку липс контрол игреку хэт контролл и игреку ушей говорим connect и все стало ровно как изначально и было нарисовано что все отлично привязалось проверяем вроде здорово если сли вот в этой позиции мне нравится как выглядит принципе на самом деле неплохо внизу мне не совсем нравится но мы можем это с вами дело просто не так экстремально скажем так наклонять и будет отлично либо же возвращаться и все дело изменяете редактировать снова кривые силуэт головы и так далее то все это дело можно править прямо сейчас как это поправить ну например мне не нравится как голова поворачивается я захожу хэт пас отжимаю это равно и вот у меня снова моя анимация для силуэта головы проигрывается да она то есть не привязана к нашему контроллеру когда все это дело поправила когда мне все устраивает я снова снова нажимаю на равно и у меня привязка активизируется таким образом уже я управляю с помощью слайдера так что не нужно все удалять нужно все заново очистить переподключать и так далее то есть вы просто можете вот так вот отключать включать привязку и редактировать вашу анимацию редактировать ваш поворот и нас отлично все работает то есть глаза у нас проворачиваются моргают в общем все это дело связано понятное дело что такая привязка такая связка будет нагружать ваш комп естественно и будет ну все дела подтормаживать поэтому чем больше у вас оперативной памяти тем конечно же легче вам будет работать в авторе это сто процентов и давайте создадим еще отдельные контроллеры для бровей потому что брови очень влияют на общую эмоцию нам это важно я на самом деле предлагаю вынести основные моменты анса модифицировать все вы можете принципе как вам больше всего нравится и так я сначала за анимирую позицию свои брови именно ушей по брови она будет низко потом стандартно и затем высоко давайте то же самое сделаем для второй брови интервал все тот же напоминаем есть и еще отдельно за анимируем поворот чтобы нас бровь была скажем так могла немножко там не только приподниматься но и скажем так изгинаться избиваться чтобы было больше вариаций эмоций допустим 10 10 минус 13 и то же самое для второй здесь скорее всего 10 до есть теперь это все мы можем с вами вынести в отдельные контроллеры я сделаю отдельно контроллер для левой отдельно контроллер для правой мне понадобится вот такой контроллер я его поверну скажу что это контроллер левая бровь естественно перекрашу потому что совершенно ничего не видно выбираю свой контроль свой слайдер контроллер да и еще где на там левая бровь вот и привязываю позицию и rotation можно отдельно выносить позицию отдельно rotation на каждый новый слайдер можно в принципе это все дело и завязать давайте попробуем посмотрим что у нас получится все привязали здесь вот вверх и вниз я сделал отдельно потому что а вдруг я захочу чтобы он у меня был вот такой скептичный парень а а если мне все будет на один слайдер привязана то естественно я не добьюсь такого эффекта так давайте следующий слайдер c r айбол есть тоже поверну поворачиваю я просто потому что мне визуально легче понимать что это будут брови что у меня идет наверх что у меня идет вниз просто из исходя из того что так легче ориентироваться выбираю красный кружок и иду за правой бровью вот она позиция rotation выбираю проверяю кей connect все вот я могу настраивать свой персонажик на самом деле можно здесь анимировать еще и допустим пас то есть давайте попробуем кстати чтобы у нас брови не были такими знаете просто как бревна туда-сюда ездили вот я отожму например сейчас привязку чтобы не было легче редактировать например здесь на бровь допустим такая наверху счете знаете приподнятая такая удивленная главное здесь конечно нет потерять форму постараться да то есть как-то видоизменять это все дело здесь из-за вот этого вот этого выреза да сложнее просто редактировать сложнее понять как будет идти форма ну где-то как-то так просто надо все дело снова вычищает что было аккуратнее как больше нравится и теперь мы можем с вами привязать этот путь анимацию и включить привязку старую и вот мы с вами будем уже анимировать бровь не только по rotation но и у нас будет за анимированный паз так что можно баловаться как вам нравится здесь сейчас не очень красиво кстати по анимации да я имею ввиду вот здесь некрасивая некрасивый излом совершенно но здесь гораздо больше такой муторной работы поэтому имейте ввиду но в принципе привязывать вы можете все что угодно то есть как вам больше нравится так что экспериментируйте думайте как лучше настроить что вам больше хочется вынести в эти слайдеры в эти контроллеры чтобы настроить вашу анимацию чтобы она была более гибкая в управлении то есть риг на самом деле это достаточно творческий процесс как ни странно потому что вам всегда нужно думать на пару шагов вперед что вы будете анимировать что у вас будет задействовано и следовательно что вам нужно заригать что вам нужно вынести в эти слайдеры что насчет рта есть в общем два варианта как заригать рот и эти два варианта напрямую зависит от того какой формы у вас рот если это мультяшный рот то его лучше сделать одним способом если это такой как у меня да то есть есть губы и все сложно анимировать и так далее то будет другой способ если как у меня губы то его есть вариант сделать с джойстик и слайдер потому что немножко все таки иначе работает чем юрик если же у вас мультяшный рот то его можно в принципе оставить помощью паз анимации или тоже с помощью джойстик и слайдер неважно я думаю что я покажу вам оба эти варианта вы выберете по вам больше всего нравится согласно той стилистике которая у вас есть и так если это какие губы как у меня то есть есть отдельно губы верхняя и нижняя там еще есть зубы рот и собственно само горло это все дело идет у нас с вами при композ вот у меня уже собран мой при композ не забывайте только привязывать все к нужным контроллерам да то есть у нас был липс контрол который отвечал за перемещение рта влево вправо все дело должно быть естественно привязано клипс контрол чтобы у вас не слетел ваш ваш риг головы поворота головы и так открываем наш маус вот он и здесь я анимирую пас скейл в общем все что могу анимирую у своих губ языка и так далее что у меня здесь уже в принципе анимация черновая готова давайте я просто почистим и на этом принципе будет все очень даже неплохо а что можно сказать смотрите когда у вас анимируется рот у вас как правило верхняя челюсть она не двигается у вас двигается только нижняя челюсть поэтому уровень зубов и ну да уровень зубов по ним будем мерить он остается на том же на той же высоте на которой был изначально потому что у вас физиологически не может двигаться верхняя челюсть практически до так чем лучше мы сделаем с вами эти все морфемы тем более удачный более эмоциональный классный будет у нас липсинг морфемы если не знаете как они должны выглядеть то можно без проблем сидела на гуглите под под липсинг давайте это у нас будет вариация буквы о так сначала у меня будет такой приоткрытый рот немножко я делаю основные движения до рта там а о закрытый рот такая логика у нас что потом это все дело привязать к своему слайдеру и простенько так заанимировать не слишком заморачиваясь объем примерно такой же чтобы оставался у нас у губ так у меня зубы немножко вылезают у меня здесь пас как раз подготовлен аминирую пас чтобы ничего нигде не вылазила язык язык в букве о практически не виден закрытый рот и букву а нам нужно сделать гораздо чище потому что сейчас такая драфтовая достаточно анимация давайте почистим так давай давайте еще немножко подтянем уголки давайте еще немножко подтянем уголки Продолжение следует... Продолжение следует... Так, смотрим... Есть. Давайте дорисуем маску сзади, чтобы у нас все это дело не висело в воздухе. Продолжение следует... Такого цвета. И проставим, естественно, тоже ключи паз, чтобы все дело у нас нормально двигалось. Так. 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 есть давайте вернемся нашу финальную композицию вот наш рот и включим там римах и проставим эти наши пять ключей здесь 1 2 3 4 5 последний удаляем есть выделим это все и создадим наш слайдер возьмем как-нибудь его маус контрол поместим куда-нибудь сюда и видим что теперь мы можем нашим ртом управлять у нас есть морфемы до которые мы можем с вами подставлять и делать наш липсинг то есть под те буквы условно которые будут произноситься можем с вами делать липсинг у этого способа есть минус потому что вы не так скажем так не так гибко настроена вся эта история то есть у вас всего один слайдер и те морфемы которые мы настроили теми морфемами мы пользуемся а слайдер джойстик и слайдер работает у нас только с пятью пятью ключами то есть не больше это не совсем скажем так классная история но тем не менее и так тоже можно сделать так тоже можно работать на самом деле можно было бы привязать и к юику но тогда еще хуже дела обстоят на самом деле потому что у нас получается один за другим проигрывается морфема это не очень хорошо но так у меня такая графика я оставлю это дело все так как есть потому что как вы видите отдельно прорисовывать каждую морфему каждую букву это достаточно долго и скажем так трудоемко очень но если у вас рот попроще давайте я вам покажу другой пример если у вас обычный мультяшный рот как каком-нибудь explainer да что скорее всего случится с вами с гораздо большей вероятностью вот он давайте сделаем зубы и вот Так, язык, давайте назначим все дело маску, то есть так гораздо конечно будет проще это ну прям сто процентов давайте наверное зубы сделаем в принципе в большинстве персонажей которые я уже видела которые вы делали вам скорее всего подойдет вот этот вариант конкретно такой простенький ну как простенький у меня тоже есть свои прикольчики но тем не менее давайте языку тоже накинем set make я думаю вы уже знаете как с ним работать сдублирую маску отключу здесь заливку но включу здесь строк и строк у меня будет какой-нибудь такой ну допустим если мне нужно имитировать какие-нибудь условно губы да lips и здесь такой небольшой лайфхак скажем так вы вот этот паз маски должны привязать к пазу своих губ так как они идентичны и они идеально привяжутся давайте убираем наш паз shift alt равно и тянем за эту улитку и привязываем к пазу наших губ верхних таким образом если мы будем анимировать вот эту всю историю да анимировать форму рта то у меня идеально будет совпадать и маска которая на заднике лежит и маска которая у меня в качестве губ выступает здесь так что проблем здесь быть не должно и таким образом вы можете уже самостоятельно руками настраивать ту форму которая вам нужна у вас всего три ключа до три поинта которые вы редактируете и затем просто немножко под настраиваете язык до язык и зубы например вот я ставлю язык там пониже и все и вы сами можете настраивать морфемы которые вам нравятся которые вы хотите видеть относительно того аудио файла которые вы выбрали поэтому я обычно анимирую вот так я анимирую просто паз и немножко позиция у языка но сегодня у меня пример такой более сложный из-за того что у меня появляются сложные формы губы поэтому мне выгоднее конечно привязать все это делать через джойстик и слайдер через этот скрипт но опять же повторяюсь если у вас такой рот то все то же самое только просто анимирует и паз я в принципе могу этот рот и заменить но проблема в том что выглядит это будет очень странно какой-то у меня уже вообще совершенно не сильвестер и так далее то есть как больше нравится так и выбирайте все зависит напрямую от вашей графики вот меня все заменила привязала у меня этот рот тоже подхватывается все отлично привязано вот это что касается рига что касается рига у нас с вами в принципе все настроено выбираете рот который вам больше нравится и мы готовы анимировать